Это программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о самой наболевшей теме 2020 года – это коронавирус. У нас в гостях Екатерина Александровна Хмельницкая, заведующая амбулаторно-инфекционным центром при 3-й поликлинике Владивостока, и Анна Андреевна Макарова, старший врач центра. Здравствуйте! Здравствуйте! 2020 год. Случился коронавирус. Первую волну мы относительно благополучно пережили, по крайней мере, Приморье. И среди наших граждан, среди наших жителей, наверное, вряд ли кто-то мог подумать о тех цифрах, которые мы имеем сегодня. Ну, то есть только официальная статистика говорит о том, что порядка 230 человек в день болеет и так далее. Первый вопрос, наверное, к вам. Готовы ли были врачи к такому наплыву пациентов и к тому, что случится? Ну, если мы говорим о второй волне, да, то есть это было ожидаемо, в принципе. То есть сейчас у нас происходит в Приморье, да, на Дальнем Востоке, в принципе, та ситуация, которая складывалась в Москве, то есть полгода назад. И специалисты, в принципе, прогнозировали такую ситуацию, что через полгода, к осени у нас ситуация может обостриться до такой степени. Тем более, что нужно учитывать наличие сезонных заболеваний, которые никто не отменял, ОРВИ и грипп. И вот это все вместе сложилось, наложилось и получилась ситуация, которую мы имеем. А были ли готовы медработники, да, к этому и вся система в целом, сложно оценить по той самой причине, что врачи, люди, и они, как и все, болеют, да, как и все жители, то есть начали переносить эту инфекцию, то есть, ну, возможно, даже в первых рядах стали заражаться и болеть. Вот, то есть, ну, скажем так, ну, все это было ожидаемо. То есть, плюс еще не нужно забывать о том, что изначально мы, ну, как все, да, как потребители, употребители, ну, скажем так, услуг, не серьезно отнеслись к мерам профилактики коронавирусной инфекции, то есть тоже социальное дистанцирование, ношение масок, посещение публичных мероприятий. То есть, в принципе, все, когда чуть-чуть сняли меры ограничения, то есть все стали жить и продолжать жить, как ни в чем не бывало. Но вот на тот период это была, ну, такая всеобщая ошибка, ну, на мой взгляд. То есть все-таки нужно было продолжать все меры профилактические в полной объеме. Анна Андреевна, Вы, как старший врач, я так правильно понимаю или нет, напрямую работаете с пациентом. Увеличилось ли число тяжелых больных за последнее время? Конечно, по сравнению с первой волной очень много сейчас пневмонии выявляют у пациентов. Но в первую волну такого не было. Причем пневмонии уже не легкой степени, а средней и тяжелой степени. Много возрастных пациентов, у которых идет вот осложнение именно пневмонии. Ну, конечно, больше, чем было раньше сейчас. И тяжелее протекает сама инфекция коронавирусная. А тяжелее-то как? Выше температура? Да, и температура держится на протяжении нескольких дней, до 3-4, несмотря на прием препаратов, несмотря даже если кому-то назначали антибиотики, да, при выявлении пневмонии, все равно у них сохраняется вся симптоматика. Ну и, соответственно, это надо либо госпитализировать, либо менять план лечения. Знаете, мне еще интересно, я читала на новостных лентах о том, что коронавирус, ну, скажем так, помолодел. Если в первую волну это болели в основном люди пенсионного возраста, то сейчас это, ну, мои ровесники. Так ли это или нет? Ну, что и в первую, и в вторую волну молодые болели, молодые просто чаще переносят как-то более бессимптомы. Сейчас просто возросло количество, в принципе, заболевших по сравнению с первой волной, соответственно, и много и молодых, потому что все работают, все гуляют, ну, как уже говорили, дистанцию не соблюдают, маски мыть не носим. Ну, я не вижу прям такого, что он помолодел, болеют все. Просто кто-то легче переносит, кто-то на амбро тяжелее. Екатерина Александровна, амбулаторно-инфекционный центр. Это не поликлиника. Объясните, что это. Это такое, скажем, беспрецедентное решение Минздрава, да, Приморского края для того, чтобы облегчить работу поликлиники. То есть это подразделение поликлиники. Оно на сегодняшний день, оно вынесено в отдельно стоящее здание. То есть и вся работа организована так, чтобы развести потоки пациентов уже с подтвержденным диагнозом коронавирус и пациентам с ОРВИ-инфекцией. Потому что на сегодняшний день, то есть это все настолько переплетается и замиксовано, что в поликлинике не представляется возможным разделить эти потоки. Амбулаторно-инфекционный центр, то есть пациенты с подозрением, ну как мы их подозрим, они приходят с ОРВИ, но и мы уже в зависимости от течения заболевания можем заподозрить коронавирусную инфекцию. Тогда мы предпринимаем ряд, скажем так, мер, да, чтобы подтвердить либо опровергнуть этот диагноз. Вот. И получается, что в амбулаторно-инфекционном центре, то есть есть и лабораторные, процедурные кабинеты, то есть где проводится забор мазков, крови при необходимости, и регистратура, где осуществляется непосредственная регистрация пациентов, ну и, соответственно, кабинеты врачей. Плюс выделена так называемая, ну, зеленая зона, где специалисты после выхода, да, после работы с пациентами, так как это работает во всем обмундировании, дабы пациент обезопасить, да, то есть специалиста. То есть и после того, как он проходит специальную обработку, он выходит в так называемую зеленую зону, где может, естественно, ну, то есть осуществить свои физиологические потребности еды, воды и, соответственно... Ну, отдохнуть элементарно. Отдохнуть элементарно, да. То есть это строго регламентировано. В то время, когда врач выходит, да, мы проводим кварцевание дополнительное, уборку помещения, проветривание, потому что вирус очень летучий, то есть вирус, ну, скажем так, распространяется, да, воздушно-капельным путем, естественно, то есть эти меры, это опять же профилактика, да, чтобы уберечь и пациентов, которые пришли, и врачей, которые работают, которых, к сожалению, у нас сегодня тоже, ну, то есть мало и недостаточно на тот объем пациентов, которые приходят. Приходят. Я правильно понимаю, что, допустим, я простудилась, допустим, Я не знаю, что у меня, это коронавирус или это ОРВИ, я могу прийти со своим, там, паспортом, полисом, да, в амбулаторный инфекционный центр в любой в городе или какой-то по району? По району, конечно, то есть территориально обслуживаем пациентов, адреса, которые, ну, прикреплены к нашей поликлинике, то есть на территории нашей поликлиники находятся. Сделано для того, что, допустим, если человек пришел к нам на прием, и, не дай бог, ему стало хуже, то есть он оформляет вызов уже из дома, и мы можем направить к нему бригаду. А если человек пришел не с территории, то есть он пришел, ну, мы ему оказали, естественно, ну, если человек придет, мы окажем ему помощь, никто никого не выгонит. Но в дальнейшем нам с пациентом, то есть если вдруг, не дай бог, ему станет хуже, то есть как мы его обслужим, это не наша территория. Это важно, допустим, да. То есть поэтому, конечно, ну, то есть АИЦы, да, так называемые амбулаторные инфекционные центры, при поликлиниках открыты, и, в принципе, ну, скажем так, зона покрытия, ну, хорошее, ну, город покрывают. Их больше открывается даже сейчас. Да, то есть на сегодняшний день это, ну, как бы такая актуальная структура, без которой, конечно, ну, сложно будет решить определенные задачи по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, лечению, наблюдению этих пациентов. Ну, также я правильно понимаю, если это подозрение на коронавирус у человека возьмут необходимый анализ на подтверждение или на отрицание данной инфекции, если это ОРВИ, то просто подскажут, как лечить? Нет, если у пациента выявлено ОРВИ, мы проводим забор крови и фана антитела коронавируса. Независимо, контактный он или неконтактный. У нас разделены потоки, которые неконтактные, но подозрительные с симптоматикой. Они идут в отдельный вход, контактные с симптоматикой в другой вход, но проводят обследование всех без исключения. Единственное, если пневмонии нет, это мы берем кровь. Если у человека выставлен диагноз пневмония, КТ подтвержден, то это мы берем ПЦР, ну, так называемые смывы из носоглотки. Куда обращаться? В регистратуру или можно просто прийти сразу? А у нас таким образом выстроена система, что пациент приходит, и он фактически сразу оказывается на стойке регистратуры. И уже в зависимости от, ну, скажем так, что у пациента, да, то есть регистратор разделяет, ну, то есть первичный прием, повторный прием. Входы у нас также разделены и, ну, скажем так, промаркированы, что сюда идут пациенты с высокой температурой, признаками УРВИ, там, вход 2, то есть у нас идут пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, то есть они не пересекаются. То есть и там уже в каждом, и там, и там есть регистратор, регистратура, ну, которая уже в дальнейшем, естественно, потоки разводит там непосредственно на месте. Я имею в виду, это не по звонку, а это именно напрямую, то есть ты пришел, зарегистрировался, скажем так, и пошел к доктору таким образом. Либо, ну, есть пациенты, которые, допустим, ну, при плохом самочувствии, либо маломобильные пациенты, то есть они оформляют вызов, то есть у нас есть выездные бригады, которые обслуживают пациентов на дому, то есть врач приезжает, ну, естественно, осмотр, то есть все, ну, все как положено, как на приеме, только на дому. То есть осмотрел, решил, определил тактику, и при необходимости, да, то есть забор крови, мазка, то есть произвел на дому, вот, и в дальнейшем уже определяем тактику, и у нас при, ну, в чем еще особенность, да, центра, то есть у нас работает целый колл-центр, то есть и врач приезжая, он пациента дает на обзвон, то есть мы его, ну, мониторим, да, в течение определенного времени, и узнавая его состояние, мы уже тоже дальнейшую тактику определяем, то есть некие такое дистанционное наблюдение, потому что все прийти просто, ну, физически не могут. И если пациенту становится лучше, он ножками может прийти к нам в центр. Если пациент какой-то маломобильный, ну, при необходимости врач еще раз приедет к нему. То есть, ну, таким образом, да. Теперь, наверное, о самом сложном. Сколько, как, каков поток пациентов? Поток очень большой, до 400 человек. Это именно пациенты, которые обратились за помощью в АИЦ, не выездные бригады. Если считать вместе с выездными, ну, это около 500, получается, человек. Сзади мы обслуживаем. Плюс еще звонки. То есть это и без учета звонков. То есть я так понимаю, что врачи принимают пациентов, проводят анализы, после всего этого еще и обзванивают каким-то образом по этим анализам, да? Ну, у нас есть вот колл-центр, то есть туда привлечены сотрудники, то есть и, ну, скажем, и медработники, и клинические психологи, потому что очень много, скажем так, людей, ну, чрезмерно тревожных. Ну, это понятно, да, то есть человек не понимает, что с ним происходит. И на фоне вот всеобщего вот происходящего ажиотажа вот этого, да, то есть, естественно, пациенты переживают. И иногда, то есть, ну, фактически позвонил психолог, он побеседовал, он сказал результат мазка, то есть всех обзваниваем, рассказываем о результате мазка. Вот, то есть и этого, в принципе, может быть достаточно. То есть человек бессимптомно протекает заболевание у него. То есть и мы уже говорим, что через какое время ему нужно подойти, сдать повторный анализ и, соответственно, приступать к труду, если он работает. Хочется все-таки вот про врачей спросить, дома-то бываете или нет? Ну, конечно, бываю. Ну, все работают по своему графику. Ну, стараемся всех домой посылать, чтобы они не задерживались на работе, потому что переутомление все-таки сказывается и так долго не продержится, если каждый будет работать по 12 часов в день. Мы работаем и в субботу, и в воскресенье. Ну, все по смене, у нас у всех есть графики, конечно, даже. Я столкнулась с такой неприятным очень моментом в СМИ, на лентах, имеется в виду в социальных сетях о том, что пишут якобы бардак, дозвониться невозможно, попасть невозможно. Но в защиту скажу, что моя мама, допустим, которая пошла в амбулаторный центр, она совершенно спокойно прошла через регистратуру, то есть в течение двух часов она уже вернулась домой. Действительно есть какие-то сложности, или все-таки это еще какая-то человеческая паника и что-то в этом роде? Сложности есть, ну, безусловно. Но просто физически, то есть, скажем так, ну вот, 4 врача. 4 врача принимают по 200 человек в день. Но тем не менее принимают. Ну, естественно, то есть никто не отказывает, никого не выгоняет, да, то есть, ну, естественно, тот накал эмоциональный, который происходит сейчас в обществе, да, то есть его, ну, достаточно сложно нивелировать. Мы всячески пытаемся, да, то есть и какие-то частные вопросы, то есть и Анна Андреевна решает, и мой телефон висит, да, то есть горячая линия заведующая, то есть мы все напрямую стараемся максимально все ситуации прорешать. Но, то есть, ну, люди есть люди, то есть, ну, любую ситуацию возьми, будут довольны, будут недовольны. Да, просто нужно немножко потерпеть. А от этого, как бы, никуда, ну, наверное, не деться, вот. Ну, к сожалению, не все понимают, да, то есть ту нагрузку, которая ложится сейчас, да, то есть на все службы, ну, то есть абсолютно на все, не только врачебные, ну, то есть любую службу возьми, сейчас она в таком вавральном режиме работает. Вот. Я думаю, что, ну, рано или поздно, то есть ситуация стабилизируется, вот. Главное, я думаю, что главное сохранять человеческие качества. Да, да. Ну, просто людям, да, нам нужно немножечко потерпеть, вот и все. Людям, врачам, специалистам, всем. И не болеть. Ну, да. Желательно соблюдать дистанцию, носить маску. Анна Андреевна, также еще тоже из соцсетей, не знаю, миф, не миф, было написано, что перестали делать тесты, то есть забор биоматериала. Сейчас берут кровь. Это так? Да, по новому приказу. Сейчас, ну, как уже говорили, что у пациентов подозрительной симптоматикой берем кровь. То есть мы проводим ИФА, где выявляем антитела. Там нам покажут, либо человек болен сейчас, либо он уже переболел. Ну, либо вообще не заразился и не болеет. Если у человека уже установлен коронавирус, только ПЦР диагностикой, то ему мы берем мазок однократно. Если он приходит отрицательно, мы человека выписываем. Это тоже согласно новому приказу, где мы после одного отрицательного выписываем человека к труду. И если у человека выставлен диагноз пневмония, то ему мы берем тоже мазок. То есть проводим ПЦР диагностику, не ИФА диагностику. ПЦР – это именно кровь? ПЦР – это мазок. А, это мазок как раз-таки. ИФА – это кровь. То есть в зависимости от течения заболевания врач уже определяет тактику согласно тому постановлению, которое у нас существует на сегодняшний день. И так, и так может быть. Конечно. Всё зависит от течения заболевания, от подтверждённого, либо неподтверждённого диагноза. Ну, то есть иногда такое происходит, что я хочу сдать. Ну, без клинических проявлений. То есть, ну, надо понимать, что это будет дополнительная нагрузка на лабораторию, и никто просто так, ну, то есть не возьмёт. Для этого существуют строгие критерии, строгие показания, прописанные у нас по приказам, от которого мы не можем отступать ни вправо, ни влево. У нас существуют критерии. Вот ещё интересный момент. Амбулаторный центр, амбулаторный инфекционный, а больничный тоже вы выдаёте человеку на руки? Да, при посещении врача он сообщает, что ему нужен больничный лист, и врач уже там после осмотра оформляет необходимую документацию и передаёт на открытие больничного листа. И также по результатам мы и закрываем эти больничные листы. Кстати, а как долго человек находится, вот тем более с новыми правилами, на больничном, ну, скажем, при лёгком течении заболеваемости? Ну, если по готовности результата. То есть сейчас с новыми приказами больничный лист, он будет меньше. Раньше у нас люди могли сидеть и по месяцу, пока у них не придут отрицательные результаты. Сейчас, конечно, срок нетрудоспособности будет сокращаться. Ну, в принципе, уже вот пошло, его хоть недавно этот приказ внедрили, но уже заметно, что люди побыстрее выписываются, и все хотят уже на работу, и не хотят дома сидеть. Да, потому что это очень сложно находиться в изоляции, такое количество времени, и ни с кем не контактировать. Ну, это совсем сложно, наверное. То есть питание. Да. А ходят же ещё автобусы до амбулаторно-инфекционных центров. Да, бесплатные. Так что можно совершенно спокойно сесть на автобус, не обязательно ехать общественным транспортом, не обязательно просить об этом родственников. Существуют специальные автобусы, которые движутся именно до амбулаторно-инфекционных центров по всему городу, по разным маршрутам. Мне кажется, это очень удобно для каждого. Ещё очень такой интересный момент. Мы проговорили немножко про панику среди населения. Она действительно сейчас есть? Ну, люди обеспокоены своим состоянием здоровья. То есть, ну, человек так устроен, то есть, всё, что ему неизвестно, его пугает. И это нормально. Ну, нормальная реакция организма, да, нормальная реакция самосохранения человека. И получается, что человек не понимает, что с ним происходит. И он напуган, и испуган. То есть, ещё если почитать все СМИ, да, то есть, сейчас очень большой информационный поток на человека падает. И не всегда это благо. Вот, поэтому... Ну, и не все могут, скажем так, отфильтровать информацию от, ну, реальной и, ну, фейковой, да, так скажем. Поэтому, конечно, ну, существует, ну, иногда чрезмерно, ну, завышенная. Ну, просто, наверное... Ну, просто обеспокоенность своим здоровьем. Потому что, ну, когда человек здоров, его ничего не беспокоит, мы и не думаем об этом. Ну, когда человеку плохо или состояние его с каждым днём ухудшается, естественно, это вызывает настороженность и панику у людей. Ну, да, наверное, сегодня каждый чих, он превращается... О, боже, у меня ковид. И звонок сразу же врачам, бег в поликлинику и так далее. Ну, существует такая, да, ситуация. То есть, если бы, возможно, ну, человек, да, чётко чувствовал, ну, вот себя как бы осознавал и предпринимал все меры для того, чтобы, ну, максимально профилактировать вот это всё заражение коронавирусом, я думаю, что меньше была бы вот эта тревожность. Ну, а когда человек, ну, вот это, я пойду в театр, я пойду в кино, я пойду в домино, то есть вот это всё, ну, я считаю, что всё-таки нужно пока социальные контакты нужно ограничить. С учётом того, что если человек работает, у него и так их предостаточно. А если это два человека в семье, а ещё дети в школу, в садик, то, соответственно... Да, мы не будем никого пугать, но назовём ещё раз, давайте проговорим, какие симптомы вот стопроцентно возникают при ковиде и можно ли его как-то отличить всё-таки от обычной простуды самостоятельно? Ну, так вот, чтобы... Ну, да, всё-таки, наверное, пойду к врачу лечиться. Ну, основной симптом по наблюдению, вот как приходят пациенты, это отсутствие боняния и вкуса. При любой вирусной инфекции в первые дни, когда актеральное явление у пациента, они могут быть, ну, через пару дней оно проходит. При коронавирусной инфекции это может и до месяца затягиваться, несмотря на то, что даже если у него придёт ПЦР повторный и отрицательный, всё равно вот достаточно, оно может месяц и более сохраняться у каждого индивидуально. Также характерна головная боль, ну, соответственно, повышение температуры тела. Но повышение температуры может быть у кого-то и по 39, а у кого-то там 37,5-37,3. Да даже 37 температура вот часто бывает при лёгком течении вот такая вот 37. И отмечают многие выраженную слабость. Ну, то есть даже при низкой температуре у них просто вот такая выраженная прям слабость. Когда, ну, остыня такая, как приостыня. Хочется лежать. Лежать, не вставать. Какие меры, чтобы не заразиться? Давайте ещё. Много об этом сказано, но всё-таки. Ну, сказано всё те же. Социальная дистанция полтора метра. Максимально ограничиваем социальные контакты, то есть посещение таких массовых мероприятий. Значит, ношение маски в общественных местах. То есть обработка рук, то есть сейчас с этим проблем вообще нигде никаких нет. То есть и с собой можно носить, и заходя в любое, в принципе, сейчас учреждение стоит санитайзер, которым руки можно обработать. А, конечно, ну, достаточно, приходя домой. То есть приходя домой, вот вещи, которые вы носите, то есть их лучше сразу постирать. Вот так? Да, то есть рекомендуется не в шкафчик куда-то, а всё-таки, если вы, ну, находитесь в общественных местах, пришли, в машиночку забросили, постирали. И на волосах очень активно вирус держится. То есть мы же ходим, маску надели, шапочку. Да, ну сейчас шапочки носим, холодно стало. Вот, поэтому, ну, я думаю, что такая санобработка домашняя, да, в плане, то есть прийти, попринять душ, постирать вещи. Дальше идти обниматься с родными. Ну, как бы это банально не было, но, тем не менее, это поможет защитить каждого из нас. И последний вопрос. Когда же всё-таки нам ждать? Может быть, вы, как врачи, знаете, когда же мы пойдём на спад-то? Может быть, уже пошли? Мы бы первые праздновали, если бы мы знали. Ну, прогнозы, да, разные. То есть для этого, ну, существуют, скажем так, специалисты, отслеживающие всю эту ситуацию. Но коронавирус, он, в принципе, я думаю, что он никуда не денется. Но выработав популяционный иммунитет, то есть как это с гриппом, другими вирусными инфекциями, то есть мы научимся с ним бороться. Сосуществовать? Нет, зачем? Мы с ним подружимся и будем жить мирно. Насколько это возможно, с ним мирно жить. И он перейдёт в разряд, я думаю, что заболеваний. Ну, острые респираторные вирусные заболевания. Возможно, будет такая же подъём-сезонность. Возможно, будет круглогодичная. Здесь сложно сказать. Но мы уже научились с ним жить. Мы уже научились жить, да, и уже это не вызывает какой-то, скажем так, чрезмерных, как это было поначалу. Я думаю, что так. Ну, я так думаю, не знаю. Анна Андреевна, ещё такой вопрос. Если человек уже оказался на карантине, то как быть с ним? Ну, сейчас также согласно новому приказу, люди, которые на карантине, то есть они были контактны с больным ковидом, они не имеют симптоматики, то есть их ничего не беспокоит, ни температура. Они свободно сидят 14 дней дома на карантине, их не обследуют, и по истечению карантина их выписывают. То есть, чтобы открыть больничное, они всё равно должны прийти на приём к врачу. И через 14 дней мы им закрываем больничное, и они выходят на работу. Либо, если они не работают, ну, просто выходит, карантин заканчивается. Если же у контактных появляется какая-либо симптоматика, они также приходят на приём к врачу, и у них будут брать ИФА-диагностику. Если это лёгкая степень течения, если тяжёлая, либо пневмония, то и ПЦР, ну, то есть либо кровь, либо мозог. Врач сам определит, что им нужно сдать, и направит сразу же на обследование. Ещё мы хотели что-то дополнить про симптоматику коронавируса. А, про симптоматику, да, этот вопрос пересекается с повышенной паникой. То есть уже на сегодняшний день есть сведения, доказанные сведения о том, что повышенная тревожность, повышенная такая возбудимость – это один из симптомов коронавируса. То есть действие на сосуд, ну, то есть там целый, да, патофизиологический процесс, то есть и вот эта повышенная паника, да, среди населения, то есть она в том числе обусловлена проявлением клинической картины коронавируса. Плюсом, помимо того, что люди переживают, действительно, ещё накладывается вот такая ситуация. Дорогие наши врачи, я желаю вам, чтобы наконец-то у нас пошёл на спад. Вся эта история с коронавирусом пошла на спад. И пациенты выздоравливали как можно быстрее. Спасибо вам за ваш труд. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». Сегодня мы рассказывали, как уберечь себя от нового опасного заболевания COVID-19 и что делать, если всё-таки заразились. У нас в гостях были Екатерина Александровна Хмельницкая, заведующая амбулаторно-инфекционным центром при Третьей поликлинике Владивостока, и Анна Андреевна Макарова, старший врач центра. В студии работала Юля Рогоцкая. Увидимся на Восьмом.